С тяжелыми винтовками В пригорок пареньки из краснодарских школ по-солдатски вплавились в пригорок, как велели честь и комсомол. Ни богатыри, ни исполины под напором бешеных атак, припадая к желтым склонам глины, трое суток продержались так. С ними занимали оборону понад кручей быстротечных вод горсть чекистов, морячки заслона да неполный милицейский взвод. Продолжение следует... Совсем еще юные ребята, не познавшие вкуса жизни, не целовавшие девчонок, но почувствовавшие, что такое война. Они мужественно защищали свой любимый город от фашистов. Их самоотверженность во многом и помогла в разгроме немецких оккупантов. Для большинства новобранцев, старшеклассников, учеников городских школ первое же сражение стало и последним. Здравствуйте, краснодарцы! До юбилея Великой Победы еще 8 месяцев, но именно сейчас мы начинаем цикл программ, посвященных краснодарским событиям в годы Отечественной войны. И первая история о боях на Пашковской переправе. Август 42-го. Жаркими выдались не только те летние дни, но и события, развернувшиеся на подступах к кубанской столице. Немецкие солдаты наступали на город. Лозунг фашистов «Вперед к переправам и мостам». Врагу необходимо было захватить эти объекты целыми. И иногда им это удавалось. На этом месте 77 лет назад была Пашковская понтонная переправа. В современном Краснодаре это район улицы Заводской. К августу 42-го она единственная в городе сохранилась из четырех мостов через реку Кубань. Именно по ней из Краснодара вывозились ценности и по ней же уходили горожане. И это она не давала немцам занять плацдарм на левом берегу реки. Советская армия необходимо было выиграть время для того, чтобы обеспечить откод войск к предгорью Кавказа. На Краснодар наступали восемь гитлеровских дивизий при мощной поддержке танков, артиллерии и авиации. А вот обороняли кубанскую столицу всего лишь три обескровленные дивизии 56-й армии. Здесь проходили упорные и ожесточенные бои. Фашисты пытались выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке Кубань. Защитники переправы оказались в тяжелом положении. Не хватало боеприпасов, да и сам батальон состоял из совсем юных краснодарских призывников и пенсионеров. По некоторым данным в обороне Пашковской переправы участвовали 19 тысяч бойцов. Из них 14 тысяч – это подростки и пенсионеры. По другим, неподготовленных солдат было не более 500 человек. Боевое снаряжение которых было крайне слабым. Мальчишкам приходилось красить палки в черный цвет, чтобы фашисты думали, что у русских все же есть оружие. Каски были одна на двоих. Пашковская переправа для немцев стала настоящей костью в горле. И они стянули сюда ударные группы. Но допустить противника к точке, связывающей город с большой землей, было нельзя. Когда первым вражеским солдатам оставалось пробежать до моста каких-то 20 метров, понтонное укрепление было взорвано. Для этого советские бойцы начинили взрывчаткой огромную баржу. Через месяц боев противник перешел к стратегической обороне. Благодаря этому сражению на Пашковской переправе советские войска успели перегруппироваться и с новыми силами бросились отвоевывать родную землю. Если бы немцы все же взяли Пашковскую переправу, наши войска оказались бы в безвыходном положении. О героическом прошлом краснодарцам сегодня напоминает лишь этот скромный памятник, установленный в 2003 году. Кто участвовал в боях, были награждены медалями за отвагу и за боевые заслуги. Ежегодно в начале августа на Пашковской переправе собираются сотни людей, чтобы почтить память защитников Краснодара, которые своим героизмом вписали имя города в историю великой победы всей нашей страны. И присвоение Пашковской переправе звания «Рубеж воинской доблести», а также появление мемориального комплекса на месте ожесточенных боев – это малое, что мы, нынешнее поколение, можем сделать для увековечивания памяти героев тех страшных событий. Прошло больше 70 лет. Почти всех героев того сражения уже нет с нами. А те, кто жив, а их всего несколько человек, к сожалению, неважно себя чувствуют. Война сама по себе страшна. А вспомните какой-то ужасный, самый ужасный момент, который вот у вас до сих пор здесь. Нас воспитали, у нас страха не было. Абсолютно никакого. Мы немцев дадим, мы им сейчас дадим. Мы старались больше бить немцев. Только глянь, что ты там упал, скривился. У тебя все вот так вот. И бьешь прямо с зубами. Выскочил с зубами, бьешь его рвов. Вот такое же было время. Никакого страха не было. Не боялись. Нас даже, вот, чтобы выглянуть с окопа, мы сразу же как? Раньше выглянул, уже пожилой Краснодарский. Ты что, жить надоело? Вот так надо смотреть, как. Снял, снял эту пилотку, нашлик всунул, и с пилотки, вот, с этого, с окопом пилотку показывает. И тут же у пилотки пуля. Вот так надо выглядывать. Учили нас, понимаешь? За время вот сражений на Пашковской переправе были ли какие-то моменты, когда вы все-таки, ну, у вас находилось время немножко для отдыха? Насчет отдыха никогда не было. Все было в напряжении. Хоть ты и отдыхал после окопа землянки, все равно было в напряжении. Потому что немцы могли прорваться. А это могло быть. Там в напряжении, там стрелял, обивался, там голову так, чтобы не убили. Вот. Это тоже напряжение. Но, чтобы я пришел и в землянки лег, и спокойно отдыхал, не было такого. Спасибо вам. Здоровья. Здоровья крепкого. Спасибо. Спасибо. Музей имени Фелицина. Я не зря сюда пришел. Здесь военным событиям на Пашковской переправе отведена целая экспозиция. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Михаил. Эта витрина одна из самых важных экспозиций Кубани в годы Великой Отечественной войны. И здесь представлены фотографии и личные вещи участников обороны Пашковской переправы, которая происходила с 9 по 12 августа 1942 года. В этих героических и действительно страшных событиях для горожан принимали участие не только бойцы 30-й Иркутской дивизии, то есть опытные, профессиональные и военные, но и совсем молодые курсанты Краснодарских военных училищ. Ученики, ученики школ наших. А что самое интересное? Конечно, ученики краснодарских школ, которые шли добровольцами в ряды Красной Армии, они участвовали перед этим и в строительстве оборонительных укреплений города, а здесь они брали оружие в руки и шли защищать свой город. Это были совсем школьники, это 8-9 классники. Здесь мы можем увидеть их тетрадки по черчению, по алгебре, письменный набор, глобус и даже аттестат одного из бойцов. И защитники Пашковской переправы, это 30-я Иркутская дивизия, по некоторым данным, после окончания обороны в расположение армии не вернулось более 30% личного состава дивизии. А вот подсчитать, сколько погибло простых школьников-добровольцев, практически невозможно, потому что зачастую на них даже оружие не выдавали, даже не выдавали каски. Поэтому они с голыми руками буквально обороняли этот последний рубеж обороны Краснодара. Экспозиция Кубань в годы Великой Отечественной, Ну, в принципе, смотрю, большой зал, да, вот отведенный именно этим событием. Очень странно, почему, неужели ничего не сохранилось? Всего лишь вот небольшой такой вот закуточек. На самом деле в фондах нашего музея хранится большой комплекс и личных вещей, и документов, и фотографий участников обороны Пашковской переправы. Но заметьте, война на Кубане, только на Кубане, продолжалась с июля 42-го года по октябрь 43-го года, а бои на Пашковской переправе – это всего три дня. И эти три дня уместились буквально в этой витрине. Спасибо вам. Спасибо. А я пока пройдусь немножко, посмотрю, что у вас здесь есть, посвященное именно войне. Спасибо. Идут годы, все вокруг меняется и забывается. Но хочется, чтобы события, связанные с той войной, мужество и отвага людей, ковавших победу, оставались в нашей памяти навечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok